САМАРА АРЕНА Удалось приобрести билеты на хорошие места. Всех игроков видно очень близко. Ну, в общем, нам немножко повезло сегодня. Олельщики Крыльев сегодня завелись. Вперёд! 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 18-я минута, а счёт по-прежнему 0-0. Не понимаю, что произошло с командой Нижний Новгород. Болельщики Нижнего Новгорода. Болельщики скандируют. Вперёд, Самара, мы с тобой. Но надо поддержать. Непонятная ситуация какая-то произошла. И пенальти в ворота Крыльев. Удар. И 1-0. Нижний Новгород выходит вперёд. У нас перерыв. У вас взять небольшой интервью? Ну, сегодня по игре сказать. Начали, конечно, очень хорошо. Был, ну, три, наверное, голевых момента точно. Но не будем расстраиваться. Будем поддерживать нашу Самару. И чтоб Крыльев забили хотя бы два гола. Один, наверное, мало. Чтоб всё-таки был позитив. Ну, как вы думаете, во втором тайме это реально сделать? Реально. Я даже думал, три один будет. Такой же счёт. Все, конечно, мы, Болель, закрылись. Чтобы наша команда выиграла и в следующем году. Хотя вот, была бы в десятке. Судья решил обратиться к Вару. И в ворота Нижнего Новгорода назначен пенальти. И смотрим. Мина! Это что такое случилось сейчас? Обалдеть! Заводится стадион, заводится. Бой Денисов, бой Денисов. Вот, дорогие друзья, заканчиваем смотреть игру. Добавлено четыре минуты. Ну, Крылья сегодня просто не реализовали тучу моментов. И всё. Вот он, финальный свисток. Дорогие друзья, закончился матч Крылья Советов Нижний Новгород. К сожалению, наверное, Крылья Советов уступили на своём поле со счётом 0-1. В принципе, не реализовали очень много моментов. Игра была классная, весёлая, энергичная. А победителей, к сожалению, конкурса у нас нет в этот раз. Все делали ставку на первый тайм. Вот, на самое начало. То, что голы будут, считали. Но гол в итоге был забит на 45-й минуте. Спасибо вам за то, что смотрите этот канал, что принимаете активное участие. Спасибо вам. Всё только для вас. До встречи.